Не ворвайте. Пожалуйста. Анкетирование, измерение роста, веса, артериального и внутриглазного давления. Эти процедуры Ольге Владимировне предстоит пройти в рамках диспансеризации в кабинете диагностики. Женщина уверена, что к здоровью нужно относиться ответственно и пришла на обследование по первому сигналу из больницы. Я сперва позвонила медсестра участковая заранее, потом буквально через несколько дней получила смс-оповещение с фонду МС, что мой возраст, 61-й год, подходит по диспансеризации, пригласили. Хочется о себе все знать. Что-то, если проблемы найдут, конечно, будет подлечиться. У меня первый этап, получая направление, пока нигде никаких проблем не возникало. С этого года в Оренбуржии работает новый порядок диспансеризации населения. Основной упор будет сделан на раннее выявление смертельно опасных заболеваний и ведущих к инвалидности. Врачи сообщают, что в подавляющем большинстве случаев люди обращаются за помощью только при появлении серьезных болезненных симптомов, когда лечить заболевание может оказаться слишком поздно. Ушло то время, когда мы, в общем-то, призывали граждан осматривать себя, пальпировать себя. Если что-то там обнаружили, обращаться – это поздно. Мы стараемся выявить сейчас онкологические заболевания и сердечно-сосудистые заболевания на бессимптомных стадиях. Убран анализ крови, анализ мочи, остается анализ на холестерин и на сахар. И у мужчин в двух возрастных категориях анализ ПСА, который позволяет заподозрить заболевание онкологической предстательной железы. В прошлом году это исследование было на втором этапе, в этом году это исследование проводится на первом этапе. В зоне особого контроля остаются онкологические заболевания. Обследовать население на рак кишечника и груди будут чаще, чем раз в три года. Маммография у женщин, начиная с 39 лет до 51 года, будет проводиться раз в два года. Кал на скрытую кровь для выявления рака прямой кишки у граждан, начиная с 49 лет, также раз в два года. Заболевания онкологические кишечника по частоте заболевания стоят на третьем месте. По частоте заболеваний онкологических, которые выявляются в запущенных случаях, тоже на третьем месте. А вот по смертности на первом месте. Примерно такая же картина с онкологией молочных желез. Второе место по заболеваемости, третье по смертности среди онкологических. Также в Минздраве рассказали о результатах диспансеризации прошлого года. Было обследовано около 300 тысяч человек по области. Больше 60% из них имеют хронические заболевания. Чаще всего выявлялись болезни сердечно-сосудистой системы. В целом организация диспансеризации остается прежней. Обследование проходит все работающие и неработающие граждане с 21 года. Также в Минздраве отметили, что теперь за счет изменений и реализации программы бережливого производства обследование будет занимать гораздо меньше времени. Два посещения по часу каждая. Наталья Богданова, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.